Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. Своим радиоприемникам и мобильным устройствам, потому что у нас в эфире программа «Открывашка» на волне 101.0 FM. Меня зовут Алексей Андреев. Сегодня я буду помогать вести эту программу нашим очаровательным ребятам в студии Федя Рычков и Злата Андреева. Доброе утро. Доброе утро. Ну, по традиции задаем вопрос дня. Что нового за неделю, может быть, за последние две недели произошло такого, о чем вам хочется рассказать всем? Мы недавно играли спектакли для школ с нашим театром. Мы играли по три спектакля в день. Было трудно, но мы выжили. Да, вот звучит очень жизнеутверждающе. Мы выжили, слава богу. Федь, как у тебя дела? Да, у меня все скучно. Я просто чуть палец не сломал. И все. Да, вот вы видели сейчас. Ну, вы наверняка многие на мобильных устройствах. Следите за эфиром, поэтому можете видеть лицо Федора. Оно у него действительно грустное, печальное, угрюмое, потому что переживания о пальце продолжаются. Ну, нам хочется надеяться, что сейчас на эфир никак это не повлияет. Тем более, что у нас впереди буквально тут осталась неделька до очень интересного мероприятия. Прям грандиозного, которое объединяет все поколения, безусловно. Потому что 19 мая будет что? Ночь музеев. Да, Ночь музеев. Это очень крутое, как говорит сейчас молодежь, да, всегда. Как вообще мы, в принципе, выражаемся. События, поэтому что интересного будет в Ночь музеев, нам сегодня поможет узнать директор замечательного, одного из самых любимых мест, где кировчане проводят свое свободное время. С пользой. Это наш замечательный музей, художественный музей имени Воснецовых. Анна Владимировна Шакина, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Мы открываем, кстати, вот сразу хочу сказать, целую серию программ об изобразительном искусстве совместно с музеем Воснецовых. И поэтому, дорогие друзья, и сегодня, как всегда, и в дальнейшем будет очень много вопросов, связанных с живописью, с творчеством, с музейной деятельностью. Поэтому вы на эти вопросы сразу отвечайте. Я думаю, мы напомним, что телефон у нас в студии 211-101. У нас есть огромное количество, как всегда, призов и подарков, которые мы раздадим. Федь, кстати, расскажи, что у нас сегодня есть. У нас сегодня есть энциклопедия изобретения 100 фактов для читателей от 6 лет, энциклопедия знатока львы для ребят от 6 лет, энциклопедия лошади 0+, Кэтрин Эпплгейт, Крэншоу для читателей 12 лет, Сью Бентли, волшебный котенок или секрет для друзей 6+, Рик Риордан, Перси Джексон, Лабиринт смерти 12+. Также у нас есть приглашения. Приглашения от двоих в театр кукол на спектакль «История трех поросят» 19 мая 11.00, это тоже 0+. Приглашения от двоих в драматический театр на спектакль «В особняк из Амбрудного города» 22 мая 11.00, 0+. Приглашения от двоих в като-кафе «Зоки», приглашения от двоих в первый батутный парк «Марио» и приглашения в кинотеатр «Смена» на двоих. Также у нас есть два набора открыток от Мюзея художественного Воснецова имени Воснецова. Вот такие вот открытки, классный набор тоже. Да. Также каждый позвонивший получает приглашение на выставку «Былинные сказки в глине и красках». Это тоже 0+. Ну вот, благодаря Феде мы только что узнали, что подарки есть действительно для слушателей любого возраста, поэтому смело звоните, отвечайте на вопросы и получайте подарки на ваш вкус. Вам редакция расскажет, как это можно будет сделать. Анна Владимировна, есть предложение сразу с первого схода вопроса начать прямо нашу программу, поэтому задавайте вопросы слушателям, пусть они звонят, а мы будем этому радоваться. Хорошо, первый вопрос. Назовите имя центрального персонажа картины Виктора Михайловича Воснецова «Богатыри». Все, вот так вот мы тему сразу обозначили, мы с творчеством Воснецовых сегодня еще наверняка не раз столкнемся, поэтому, друзья, отвечайте 211. Дальше как? 111. 111, действительно. Ребят, ну что, я предлагаю немножечко в хорошем смысле сейчас потерроризировать Анну Владимировну. Только в хорошем. Пока она в студии, конечно, в хорошем. Мы только так и умеем. Позадавать ей вопросы, ну и тем самым узнать действительно, что же интересного нас ждет 19 мая, да и вообще, что нас ждет интересного в музее Воснецовых. Не стесняйтесь, прошу. То, Федя, наверное, у тебя наверняка накопилось масса вопросов, чтобы твою угрюмость убрать. А мне вот интересно, знаете, чем вдохновлялся Воснецов, когда писал картины? Ну, я думаю, что Виктор Воснецов, так как он родился на Вятской земле, воспоминания детства, воспоминания родителей, то есть семьи, в которой он воспитывался, его всегда вдохновляли. Не случайно первые работы были связаны с воспоминаниями о тех местах, в которых он жил. В частности, картина «Нищий певцы», которая находится в Вятском художественном музее, она была создана по воспоминаниям его жизни в селе Рябово, где в настоящее время находится один из филиалов нашего художественного музея. А бывали ведь, да, ребята? Злата, знаю, была. Федя тоже был в Рябово, да? Вот, ездили мы туда, да, и я тоже, кстати, посчастливилась там быть. Ну, вы ответили на наш вопрос, а вам уже готовы ответить на ваш. Поэтому принимайте звонок, Анна Владимировна. Доброе утро! Здравствуйте! Здравствуйте! Анна Владимировна, ну еще раз можно вопрос? Назовите имя центрального персонажа картины Виктора Михайловича Воснецова «Богатыри». Илья Муромед. Молодец, правильно. Какой приз ты хочешь? Я бы хотела билеты в кинотеатр смены. Отлично, сейчас редактор с тобой. А как тебя зовут? Да, хоть познакомься, давай с утра. Милана. Посмотрим тебе билет. 11. Ясно. Сейчас наш редактор с тобой связется, и ты сможешь забрать свои приглашения. Можно, Милан, еще один маленький вопрос тебе? А ты картину «Богатыри» видела вживую? Знаешь, где она находится сейчас? Не знаешь? Вот, к сожалению, она не у нас в городе, но обязательно советую посмотреть ее вживую, потому что масштаб полотна, да? Там прям впечатляет. Спасибо большое за звонок. Ну что, продолжаем, продолжаем нашу беседу. Злат, Анне Владимировне наверняка тоже есть что спросить. Пока что нет. Ну, давай начнем с того, что была ли ты сама, Злата, в художественном музее имени Веснецовых? Нет. Не была, к сожалению. К сожалению. Да, вот упущение определенное есть. Мы тут за эфиром успели с Анной Владимировной договориться о встрече в музее. Ну, вернее, приглашение-то на «Ночь музеев» у нас и так у всех есть, правильно? Кстати, вот что будет в «Ночь музеев» самое интересное? Я хочу сказать о том, что «Ночь музеев» — это акция, которая проводится уже второе десятилетие, и она посвящена как раз нетрадиционному, вернее, нетрадиционное время путешествия в музей. Это вечернее время. Акция приурочена к Международному дню музеев, который проходит 18 мая. В этом году акция пройдет 19 мая, и с 17 часов все желающие до 22 могут посетить как Вятский художественный музей, так и другие областные музеи нашего города. В районах это муниципальные музеи. То есть к этой акции присоединяются все музеи нашей страны, и, конечно же, Кировская область в том числе. Интересные мероприятия, которые запланированы в этот вечер. Во-первых, я хочу сказать, что вход бесплатный будет в музей. Ну, это уже большой плюс. Да, но мастер-классы, которые там будут, мастер-классы, так как все-таки материалы, из которых мастер-классы проводят затратно, они будут платные. Но, тем не менее, это будут арт-паузы, которые будут проходить в музей, это будут встречи с интересными людьми, в лекционном зале это будет просмотр фильмов. И в этом году Министерство культуры Российской Федерации приурочило акцию, которая носит название «Шедевры из запасников». То есть те работы, которые в большинстве своем хранятся в запасниках, потому что все мы понимаем, что залы музеев не позволяют всю экспозицию. У нас более 23 тысяч произведений русской живописи, западноевропейской живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры. Вот это да, серьезная коллекция. Это очень большая коллекция интересной, и поэтому мы будем показывать фильмы в лекционном зале о наших произведениях, которые не вошли по какой-то причине сегодня в экспозицию. И специально для этой акции мы в залы музея вводим произведения графического искусства, которые долгое время по какой-либо причине не показывались. То есть вот таким вот образом мы отражаем тему сегодняшней ночи музеев. А так будут концерты, будут выступления детей, будет колокольный звон при входе в музей. То есть будет все очень интересно, даже не хочется все рассказывать, приходите, посмотрите. Ну, ребята наверняка уже бывали на предыдущих таких вот событиях, как Ночь музеев. Вообще, вот хорошо, что мы стали уже действительно привыкать, да и, наверное, привыкли в том, что есть Ночь библиотек, Ночь музеев, Ночь искусств, да, Ночь кино. То есть для нас это такие уже, не то чтобы рядовые, но уже привычные события. Но вот непривычно, что будут как раз-таки образцы художественного творчества из запасников, то есть из фондов музея. Они будут как в фильме, ничего там не оживет случайно, то, что долго хранилось. Потому что фильм-то все помнят, Голливудский Ночь музеев. Нет, такого, я думаю, не произойдет. Мумии и фараонов там не начнут ходить. Нет, с картин художников, может быть, какие-то вот персонажи в одежде той или иной эпохи могут ходить в залах музеев. Ну, то есть что-то будет такое, да, костюм? Да, костюм. Хорошо, вот у меня к вам вопрос, ребята, и к вам, Анна Владимировна, было когда-нибудь желание что-нибудь из музея унести с собой на память? Ну, вот так, по-честному. Тут-то ведь, я так понимаю, будет такая возможность как раз-таки в рамках мастер-класса что-то сделать и унести из музея. Потому что обычно мы смотрим, а картину взять нельзя. А хотелось бы, чтобы в коридоре висело, да, на стеночке. Но вот у нас такая возможность как раз-таки есть. У нас ребята могут унести из студии наши подарки. Поэтому давайте вопрос, Федь, от тебя сразу, чтобы могли тоже ответить. Какой музей набирает за год больше всего посетителей? Нужно называть сам музей и приблизительно колу посетителей за год. Вот такой вот крутой вопрос. Круто заверченный, поэтому... Это достаточно трудно, но все-таки интересно. Можно посмотреть. Родители могут помогать. Да. Приветствуются, да. Поэтому, дорогие взрослые, постарайтесь уж как-то помочь нашим ребятам, которые слушают эфир и программу «Открывашка». Поэтому, если знаете ответ, помогайте им. Настраивайте на путь истинный 211-101. Кстати, Анна Владимировна, еще один вопрос. Вот у нас ребята тут в основном в возрасте, ну, я имею в виду, ведущая программа «Открывашка» — это 12, 11 лет, 13. Есть ли какие-то ограничения для посетителей ночи музеев? Возрастные? Нет, возрастных ограничений нет. Единственное, я хочу сказать, что у нас есть коммерческие выставки, на которые вход не бесплатный, а платный. Вот там есть просто ограничения по цене. Ну, то есть по возрасту 0+. По возрасту 0+. Приходите все. Приходите с семьей, мы будем рады видеть всех. Для всех мы подготовили очень интересные проекты, мероприятия. И кто первый раз идет на Ночь музеев, знайте, что Ночь музеев — это все-таки несколько условное название. Это, ну, вечером, в вечернее время, то есть не тогда, когда вы хотите спать совсем. Поэтому можно смело приходить действительно всей семьей. Ну что, ребят, вот, кстати, по поводу ваших визитов в другие музеи, в музеи Воснецовых, в Ночь музеев. Или вообще какая вам экспозиция, выставка запомнилась больше всего вот так вот из того, что вы видели раньше? В Третьяковской галерее очень интересные картины. И вот как раз-таки картины богатырей там можно увидеть живьем. Молодец. Вот сразу Миланя, я так понимаю, намекнула, куда нужно ехать, чтобы посмотреть богатырей. Да. Москва, Третьяковская галерея. Федя, а у тебя как обстоят дела с музеями? Ну, я тоже был в Третьяковской галерее. А где еще был? В Эрмитаже. Эрмитаж. Злата, я насколько знаю, тоже. В Италии я еще был в нескольких музеях маленьких деревянных солдатиков, кукол. Очень круто. Вот про маленьких деревянных солдатиков. Это прям целый музей? Да, целый музей разных эпох, маленькие игрушки. И еще сам запомнившийся музей. Это тоже музей в Италии, музей рыцарей, музей вообще. Такой музей Средневековья, наверное. Да, музей Средневековья. И там не было желания внести лук. Вот там прям руки тянулись сами, да? Я просто помню, и в вашем возрасте, да и сейчас уже в более зрелом заходишь в музей, действительно прям иногда глаз не отвести и хочется. Ну, почему вот здесь? А потом понимаешь, это должны видеть все, да? Как часто вообще достают из запасников что-то необычное в музеях? Есть такие вот экспонаты, которые прям там десятилетиями пылятся, и никто их не видит? Ну, вот такого десятилетиями пылятся не бывает. Единственное, если это в не очень хорошей сохранности предмет, который требует реставрации. Вот мы не можем показывать его в силу определенных причин, потому что произойдет дальнейшее разрушение предмета. То есть вот эти предметы ждут своего часа. А так стараются экспозиционеры сделать определенную тематику выставки, чтобы показать те предметы, которые, допустим, не показывались какое-то определенное время, долгий период. Я хочу сказать, что у нас очень много интересных предметов введены в постоянную экспозицию. Так в этом году у нас есть предложение, например, Государственной Третьяковской галереи на то, чтобы представить произведение Михаила Ларионова, которое находится в постоянной экспозиции, к ним на экспозицию, которая будет посвящена творчеству этого художника. В экспозиции будут принимать работы из Государственной Третьяковской галереи, из Русского музея, из Центра Жоржа Помпидо в Париже, из Музея Германии, из Музея Британии. И в том числе и наше произведение войдет в экспозицию, и войдет и в каталог, и в экспозицию. Также в Государственной Третьяковской галерее планируется показать произведение Коинжи, которые находятся в нашей коллекции. Центр толерантности в Москве запросил у нас работу Исаака Ильича Левитана на персональную выставку художника. Ну и еще ряд работ, которые в настоящее время находятся в экспозиции, в этом году будут путешествовать и будут показаны в числе других в коллекциях вот таких вот крупных музеях. Я хочу сказать о том, что это придает значимость нашей коллекции. Наша коллекция одна из лучших в России. И вот кто будет в ночи музеев участвовать, тот может посмотреть в постоянные экспозиции эти работы, потому что в августе и в сентябре они уедут в Москву. Вот вы сейчас говорите и прям гордость ощущаешь за наш город, за наш музей Воснецовых. Федь, можно еще раз повторить вопрос, потому что что-то у вас на первый сразу звонок пришел, а здесь пока задержка. — Какой музей набирает за год больше всего посетителей? Это самый популярный музей в мире. Нужно называть сам музей и коллова посетителей за год. Может быть, есть варианты? — Может, это подсказка? — Хорошо, этот музей находится во Франции. — Вот, замечательная подсказка. Мне кажется, сейчас сразу должно быть попадание в десятку. Поэтому, ребята, звоните 211-101, отвечайте на вопрос Феди. Ну, а вот по поводу самих музейных экспонатов, то есть мы все привыкли, в основном, что когда говорим про художественный музей, представляем картину. Вот даже сегодня у нас в студии 53 репродукции картин достаточно известных, о которых мы тоже чуть позднее поговорим. Но ведь бывают даже в художественном музее не только картины в качестве экспоната, правильно? Есть что-то необычное, прям, да, вот скульптуры какие-то? — Да, ну, во-первых, я хочу сказать, что есть коллекции иконописи, то есть это большая коллекция, где представлены лицевое шитьё, когда картина вышивается. Это литьё, это всё древнерусское искусство. Потом есть коллекции народного искусства, керамики, декоративно-прикладного искусства, фарфор, стекло, например, это декоративно-прикладное искусство. Даже те, кто не очень любит смотреть именно просто вот на картины, что называется, в плоскости, могут посмотреть что-то объёмное. — Да. — Вот, а мы сейчас готовы принять ответ на вопрос Фёдора Рычкова. Давай, Фёдь, принимай. — Привет. — Здравствуйте. — Как тебя зовут? — Миша. — А сколько тебе лет? — Десять. — Ты уже, по-моему, нас много слушаешь, да? — Угу. — Ну, давай, я слушаю ответ на твой вопрос. — Это ловер. — А приблизительное количество посетителей за год? — Не знаю. — Ну, примерно хотя бы, Миша, давай, на вскидку. — Смотри, давай, я тебе дам. Десять миллионов, восемь с половиной миллионов и сто тысяч. — Десять миллионов? — Не совсем правильно, но восемь с половиной. Ты всё равно молодец, что ты отгадал, что это Лувр. Если будет возможность, то обязательно съездить туда, это очень интересно. Давай. А сейчас какой ты приз хочешь? — Я их не слышал. — Какой приз хочешь? А, ты их не слышал? Ну, тогда ты сейчас свяжешься с нашим редактором. — Да, сейчас за эфиром тебе, Миша, обязательно подскажут, что можно выбрать, чтобы не тратить время. Спасибо большое за правильный ответ. Ну, мне кажется, Миша просто предсказал, сколько будет посетителей в этом, в 2018 году. Он как бы так сразу обозначил, что в этом году было больше. То в потоке самый популярный год во столе Лувра набрал в районе 21 миллиона посетителей за год. — То есть чем-то они успели, я не знаю, может, они на улицу просто вышли, вынесли часть экспозиции, прямо на улице скале. Смотрите все, бесплатно. Федя так-то уверенно просто сказал, что надо обязательно побывать в Лувре. Ты был в Лувре, да? — Нет. — Нет? — Я сказал, но если получится. — Если повезет, так же, как и нам. Если нам повезет, мы обязательно тоже хотим побывать в Лувре, увидеть эту замечательную стеклянную пирамиду у входа. — Джаконду. — Да, и, конечно, постоять в очереди у Моны Лизы. Я видел просто как... Видели когда-нибудь, да, очередь какая выстраивается? То есть вот там картина, она сколько размером? Квадратный метр, наверное, она занимает, не больше. — Она не очень большая. — Да, она не очень большая. И вот стоит очередь, которая к этому квадратному метру, чтобы заглянуть Моны Лизе в глаза и увидеть ее знаменитую пирамиду. — Да, и там по всему Лувру идут стрелочки, где найти это произведение, в каком зале находится. — Нам, кстати, сообщили, что Миша сделал абсолютно правильный выбор. Он выбрал открытки, набор вот такой как раз-таки к 170-летию со дня рождения Виктора Михайловича Лоснецова, который мы отмечаем в этом году. Я вот вчера, кстати, тоже об этом узнал, что юбилей у Виктора Михайловича Лоснецова, одного из братьев Михайловича Лоснецовых. Поэтому, если кому-то еще нужно будет, у нас есть еще второй набор таких открыток. А вопрос будет от Златы, и он связан как раз-таки с необычными, наверное, экспонатами в музее, да? — Да. — В Германии, в городе Кюрец, есть музей лжи. Какие экспонаты можно увидеть в этом музее? — Вот так, дорогие друзья. Телефон напомните, пожалуйста, нам, уважаемые ведущие. — 211-101. — 211-101. Спасибо. 211-101. Звоните нам прямо в эфир и правильно отвечайте на вопрос. Анна Владимировна, давайте вернемся вот к этим картинам. Может быть, ребята, конечно, знают, что на них изображено и вообще, чьи это картины. А вы нам поможете уже более детально разобраться, для чего они здесь висят, что мы хотим сегодня презентовать. Итак, ребята, кто знает, ну, что вы видите, во-первых, перед собой? — Это улица нашего города. — Да, это улица нашего города, но вот эту улицу точно должны были узнать. Это знаменитый вот этот поворот. Где, на какой улице? — На... — Казан. — Ну, Казанская. — Да, 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 угол Спасской. — Казанская, Спаская, да, вот уже там, видите, Спасский собор как раз-таки проглядывается. — На центральной картине что у нас? Предположение. Известный дом. — Даже не знаю. — Это дом чиновницы Жмакиной или в народе его называют дом Витберга. — Дом Витберга, да. Там сейчас тоже его отреставрировали. — Центр туризма. — Да, в Центр туризма как раз находятся экскурсии Кировской области. Ну и еще одна картина. — Это очень сложный ракурс. Это работа Алексея Владимировича Исупова, нашего земляка. Это Успенский собор. Трифонов монастыря. — Трифонов монастыря, да. Ну вот, мне кажется, ребята все равно должны были немножечко догадаться, увидев вот эту маковку, маковку вот этой церкви, которая как раз-таки на картине изображена. Ну а по поводу дома Витберга, я думаю, их смутили деревья. Просто сейчас таких больших деревьев вот прям рядышком нет. И поэтому, наверное, они их немножечко смутили. — Наверное. Можно еще подумать, что это старое здание Вятского художественного музея. Типа «Жда». — Да, да, да. — Можно вспомнить. — Почему у нас эти картины висят? Что же они нам сегодня помогут узнать? — Я хочу рассказать об очень интересном проекте, который делает Вятский художественный музей вместе с фондом Потанина. Это проект, который будет 19 мая в ночь музеев вынесен на улицы города. И вы вместе с сотрудницей нашего музея Софьей Кулешовой можете пропутешествовать по улицам города и посмотреть на то, как выглядел наш город раньше. То есть наведя планшет, телефон, можно будет посмотреть в режиме дополненной реальности произведения Вятского художественного музея, которые отражают это место в разные годы, в разные эпохи. Это достаточно интересно. Будет пять таких точек. Четыре вы можете видеть, существуют сейчас эти здания, эти сооружения. А пятый объект, к сожалению, не сохранился. На картине будет показан Александроневский собор, который был сделан в XIX веке по проекту человека, который был сослан в Вятку. Это Александр Лаврентьевич Витберг. Вот такая интересная экскурсия будет проведена по улицам нашего города впервые 19 мая. Поэтому я приглашаю к нам в музей, а потом на экскурсии по городу. Да, ну и по поводу дополненной реальности, что-то для этого требуется. То есть мобильное устройство у ребят у нас тоже есть и с камерой желательно. Можно приходить самому со своими друзьями, потому что экскурсовод будет показывать, каким это образом выглядит. Можно даже не иметь планшета. То есть даже ничего не надо? Да. Все совершенно свободно. Иметь желание прийти и посмотреть. Итак, Злата, напомни, пожалуйста, еще раз свой вопрос, чтобы оживились наши слушатели. В Германии, в городе Кюритс, есть музей лжи. Какие экспонаты вы можете увидеть в этом музее? Вот такой вот вопрос. Что хранится в немецком музее лжи? Может, вы не будете подсказочкой? Да, подсказку какую-нибудь можешь дать. Ну, вот, наверное, тут если подсказку дать, сразу будет ответ, да? Да. В общем, ребята, извините, но Google в помощь. И интернет в целом. У меня наводящий вопрос. Можно? А картина в этом музее есть? Возможно. Вот. То есть там есть практически все. А как вообще музейная экспозиция, музейный фонд? Можно я вот, смотрите, там есть ковер-самолет. Не настоящий, но ковер-самолет. Поэтому это как бы подсказка, что вообще в принципе там хранится. Что же за такие экспонаты интересные? Как формируется музейная экспозиция? Вообще, кто приносит? Как создается? Это один какой-то человек. Так вот, ребята, когда-нибудь задумались над этим вопросом, откуда берутся музеи? Мне просто вот посчастливилось видеть пару человек, которые прям самостоятельно создают музеи. Ну, уже такие более современные. Я имею в виду не с такой богатой историей, как у музея Воснецовых. Но тоже у них это получается делать. И это приобретает прям такой народный характер, когда все приносят свои. То есть это точно так же было и с музеем Воснецовых. То есть тоже что-то приносили просто люди с улицы. Ну, музей был создан в начале 20 века, в 1910 году. И основу его коллекции положили члены Вятского художественного кружка. Первая экспозиция насчитывала 38 картин и одну скульптуру. Это действительно люди приносили те произведения, которые были у них, их друзей. Художники сами дарили свои произведения музея. Они списывались с московскими художниками, рассказывая о том, что создается такой музей. И уже художники дарили произведения из своих коллекций. И вот в 1910 году была такая маленькая экспозиция. Сегодня это более 23 тысяч произведений. Я хочу сказать о том, что формируется по-разному коллекции. Кто-то дарит коллекции своей работы музею. И в настоящее время наши вятские художники, очень многие, понимая значимость того, что их работа уж точно на века сохранится. И сто лет она будет радовать зрителей. Дарят произведения нашему Вятскому художественному музею. Перед перерывом небольшим нашим еще раз напоминаем, что у нас есть вопрос от Златы. И второй вопрос, наверное, от Феди сразу, чтобы на перерыв мы уходили, а зрители и слушатели могли. Какой самый старейший музей в мире? Старейший музей в мире? Два вопроса, соответственно. Злат, у тебя... Ну и можно тогда, кто его основал? Да. Там дам подсказку. Это папа. Это папа. Чей-то папа? Чей-то папа основал старейший музей в мире? Поэтому, если знаете, чей-то папа, какой вообще папа, звоните, отвечайте. Ну и если знаете ответ на вопрос Златы, про немецкий музей чего там? Лжи. Музей лжи, да. Забываем это слово. Вообще, как бы, нам оно не знакомо. Мы крайне с ним не любим соприкасаться. Поэтому, если знаете, что в музее лжи находится, звоните 211-101, а у нас музыкальная пауза. Если видишь на картине нарисована река, или ель и белый иней, или сад и облака, или снежная равнина, или поле и шалаш, обязательно картина называется пейзаж. Если видишь на картине чашку кофе на столе, или морс в большом графине, или розу в хрустале, или бронзовую вазу, или грушу, или торт, или все предметы сразу, знай, что это натюрморт. Если видишь, что с картины смотрит кто-нибудь на нас, или принц в плаще старинном, или в ропе верхолаз, летчик или балерина, или колька твой сосед, обязательно картина называется портрет. Портрет Доброе утро всем еще раз! Это детская познавательная программа «Открывашка». Мы продолжаем. Мы сегодня говорим о ночи музеев. Сегодня у нас в гостях сотрудница Вятского художественного музея. Сотрудница, директор. Директор. Ну и сотрудница. Ну да. Анна Владимировна. Сегодня мы поговорим сейчас о картинах. И еще до этого было задано два вопроса. Я задал вопросы, золотая. И я. То есть давайте повторим. У меня был вопрос, какой самый старший музей в мире, кто его создал. Была подсказка, что его создал папа. Чей-то папа. А у меня был вопрос про музей лжи. Какие экспонаты мы в нем можем увидеть? Да, может просто забыли телефон эфира. Ребята, напомните еще... 211-101. Ох, классно. Вдвоем. Не сговариваясь. 211-101. Звоните, да. Анна Владимировна, ребята, мы продолжаем разговор. И вот мы закончили как раз перед перелом на теме фондов музейных. Как пополняются? Откуда новые экспонаты в коллекциях? Вообще, откуда сами коллекции новые берутся? И вот Анна Владимировна уже сказала, что кто-то приносит дар. А если вот ребята захотят сами что-то написать и принести, сказать, вот моя картина, возьмите, возьмете? Как определяется художественная ценность? Как определяется художественная ценность? Ну, берут на экспертизу эксперты, определяют художественную ценность и уже фондово-закупочная комиссия смотрит, достойно это произведение музея или нет. И вот я боюсь, что лет через 20, наверное, то произведение, которое напишут Федя и Злата, действительно может попасть в коллекцию Вятского художественного музея. А пока, наверное, в настоящее время это произведением искусства сложно будет назвать. Ну, я парочку, значит, тогда оставлю ваших творений. Или через 20, да, все возможно. Конечно. Ну, вот наверняка, кстати, по поводу аукционов. Видели, как проходят аукционы, где продаются картины? Знаете, сколько самая дорогая картина стоит? Кто в курсе? Федя, Злата? Там речь идет о сотнях миллионов баксов, если я правильно помню. Ну, примерно, да. И вот как раз таки, я не знаю, это к вам вопрос, к Иканне Владимировне, как к эксперту, вот меня не то чтобы возмутило, но я видел тут просто недавно, может быть, вы знакомы с таким художником, как Ротко. Это фамилия художника. К сожалению, насколько я помню, его уже нет в живых, но он успел прославиться своими произведениями. Я, по-моему, слышал. Ну, слышали, если не слышали, обязательно посмотрите, вот после программы, я вам советую просто, потому что там картина стоимостью, по-моему, под 90 миллионов, просто три цвета. А, да-да-да, я знаю. Там беленькие полосочки такие, вот это что? Еще есть одна картина, тоже три цвета, только она стоит 178 миллионов. Вот, 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 да. И тоже, по-моему, это уже Ротко. Дело в том, что вообще, если говорить об аукционной стоимости, это ведь игра. И чем выше имя художника, чем значимый его вклад в искусство той или иной страны или мира, тем выше по стоимости его работы. Единственный художник, у которого, в принципе, стабильная цена, это Айвазовский. И его работы продаются по стоимости квадратного метра. То есть зафиксирована уже цена. То есть прямо уже зафиксирована. Да, и сколько вот там вот измеряют и, соответственно, рассчитывают. То есть это определенная стоимость расчета, а все остальные... А сейчас мы, ребят, проверим, знают ли они, что пишет художник Иван Айвазовский. Ну, у него стиль-то картины. Он угадывается. Маринист. Правильно, молодец. Он пишет море, его музей в Феодосии, очень большой крупный музей. Но и в нашей коллекции Вятского художественного музея есть его картина. Здорово. А как вот реставрируются картины? Я просто не совсем понимаю. Я сейчас расскажу. Это действительно очень сложный процесс. Реставрация — это некое лечение картины, если таким простым языком говорить. То есть у картины, например, в силу хранения может разрушаться красочный слой. Этот красочный слой надо закрепить, чтобы этот процесс дальше, например, не шел. Картины поступают иногда в очень плохой сохранности. Идет нарушение прорыва холста. И тогда надо или сдублировать картину на другой холст, или каким-то образом проклеить, скрепить дальнейшее это разрушение. В художественном музее есть реставраторы по живописи. То есть какие-то процессы не очень сложные они могут делать сами. А так есть очень большой крупный реставрационный центр, всероссийский реставрационный центр в городе Москва, куда все музеи мечтают отправить те или иные работы, которые болеют. А в нашем художественном музее, если вы захотите, вы можете прийти в реставрационную мастерскую и посмотреть, каким образом лечат произведение. То есть у нас есть такая экскурсия в реставрационную мастерскую. Здорово, здорово, да. Приходите. Ну, а я хотел сказать? Да, конечно. Я, по-моему, знаю, что на некоторых фресках оседает соль, и чтобы ее убрать, специальной кисточкой размазывают специальный раствор. И потом, когда этот раствор вместе с солью уходит, его тряпочкой... Счищает. Да, сочищает. Счищает, все правильно. Фреска – это живопись по сырой штукатурке. Поэтому такие вот как раз действительно реставрационные приемы. Особенные приемы, да. А еще, Фит, ты хотел рассказать? Да, еще, по-моему, я слышал, что постукивать иногда тихонечко по фрескам, чтобы понять, не разрешаются ли внутри. Но там есть трещины, и чтобы каким-то образом посмотреть, есть там по звуку, да, полая плоскость или такой глухой звук. То есть по звуку можно определить, да. Есть трещина уже в дальнейшее. Осмотр с увеличительными стеклами помогает понять, какие процессы идут во фресках. То же самое реставрирует, например, скульптуру. Если вы придете к нам в зал древнерусского искусства, у нас есть скульптура Христа. И вот как раз в дополненной реальности, а у нас существует такой проход по этому залу, мы одним из первых провинциальных музеев, которые вошли вот в эту программу Министерства культуры Российской Федерации. То есть если мы наведем гаджет, то мы можем посмотреть, каким образом эта скульптура выглядела раньше. Так вот у Христа сейчас есть такие тоненькие маленькие шипы на голове, а раньше до реставрации их не было. То есть вот можно посмотреть, каким образом выглядела икона. Терновый венец вот тогда получается. Да, да, да. То есть вот это как бы все произошло в процессе реставрации произведения. То есть произведение, первоначальный свой облик в процессе реставрации должно получить. Ну, мы должны получить окончательный, отреставрированный уже художественный шедевр, а ребята наши должны получить вот эти подарки, потому что они прям жгут нам руки. Скорее звоните 211-101, если ответите на вопросы. Я тогда отвечу на свой вопрос и зададим новый. Да, давай новый. Никто не отвечает. В музее лжи нет ни одного подлинника, то есть там только ложные экспонаты. Например, там есть якобы отрезанное ухо Ван Гога или накладные усы Гитлера. Вот так вот. Мочка уха, да. Да, мочка уха. Которую Ван Гог сам себе и, собственно говоря, отрезал. Федь, напомни свой вопрос, может, на твой тайне. Подсказку там. Папа IV в 1471 году создал этот музей. Какой папа? Как его звали? И что за музей-то? Да, ну тут на самом деле уже все просто. Все практически разжевал и в рот положил нам Федя. Поэтому, друзья, звоните. 211-101 классная подарка. Может, тогда еще один раз вопрос задать? Еще один сразу. И Злата сразу вопрос задаст. Пусть звонит. Нам не жалко. Как называется реставрация, которая стала потом видом искусства? Ради которой некоторые люди специально, можно сказать, калечат некоторые дорогие вещи. Интересный вопрос. И у тебя, Злата? У меня тогда будет вопрос. В какой стране находится музей снежинок? Очень интересный вопрос. Да вообще, мы сидим с Анной Владимировной, просто радуемся, что узнаем вместе с нашими ребятами много нового интересного. Надеюсь, вам тоже так же это полезно. Звоните 211-101. Продолжаем. Что мы еще не успели спросить сегодня? У нас еще есть время, поэтому... Ну, вернемся опять же к коллекции нашего Вятского художественного музея. Часто ли выезжают коллекции из музея в какие-то другие города? Именно наши. Потому что 23 тысячи экспонатов, сами сказали, что одна из лучших коллекций в России. Наверняка ее кто-то хочет тоже посмотреть и просят привезить. И как это вообще происходит? Ну, сейчас это стало намного сложнее, потому что мы с целями безопасности произведений должны их застраховать. Мы должны подобрать им специальные фургоны с температурно-влажностным режимом. Это требования Министерства культуры Российской Федерации, которые все музеи нашей страны должны соблюдать. И мы в том числе. Поэтому мы полностью какие-то коллекции в другие музеи выдаем не часто последние пять лет. Но отдельное произведение, как я уже сказала, выдается в крупные музеи. И вот как раз крупные музеи, они и страховку платят, и специальные фургоны заказывают, на которых приезжают к нам и забирают эти произведения. То есть это вот такие требования, чтобы, опять же, картина, там, красочный слой у нее не разрушился, и чтобы оно не ушло в реставрацию. То есть очень бережно музеи должны относиться к своим коллекциям. Но наш музей отдает даже произведения в другие страны. Так вот в этом году, буквально в конце апреля, мы по договору отдали одну из работ из нашей коллекции. Это «Авангард». У нас «Авангард» очень востребован в Испанию на выставку «Да-да» в России. Классно. А у нас есть звонок. Федя, примешь? Ну, давай. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Ярослава. А сколько тебе лет? Пять. Молодец. Я опять же пошучу. А ты знаешь, что наше радио шести лет? Ну, мы сегодня ничего такого страшного здесь, слава богу, не обсуждаем, поэтому, Ярослава, отвечай на вопрос. Подождите, а у нас на какой вопрос она хочет ответить? А вот сейчас узнаем как раз. Сейчас узнаем, на какой вопрос она отвечает. Ярослава? Про музей лжи. О, нормально. Да, Ярослава. Какие же экспонаты есть в музее лжи? Там все экспонаты ненастоящие. Правильно. Это подделка. О, ну, в пять лет знать слово подделкой, так легко разбираться. Ярослава, ты молодец, тебе сейчас за эфиром расскажут, какой можно подарок получить и как его забрать у нас, чтобы он уже радовал только тебя. Спасибо большое и тебе, и твоим родителям. Но у нас еще два вопроса осталось, получается, по-прежнему, да? Повторите их, пожалуйста, пока есть время, друзья. И у нас еще будет один вопрос. Я тогда повторю свои вопросы. Самый старейший музей в мире. Что это за музей? Я уже сказал, что он создан Папой IV. Как зовут Папу? И что это музейство? Он создан в 1471 году. Давай тогда просто как музей. Он создан Папой Сикстом IV в 1471 году. И еще один вопрос. Какая реставрация стала искусством и как она называется? Ну, то есть Папой Сикстом, Папой это и римским, естественно. Это не просто какой-то Папа Сикст IV. Это Папа римский. Золотый, твой вопрос. А, у меня был вопрос про музей снежинок. В какой стране он находится? Да. Анна Владимировна, вот тут такой, знаете ли, вопрос получили мы от слушателей, от наших. У нас есть тоже такая возможность. Татьяна спрашивает. Основатели Кировского отделения художников, все участники войны, они на войне делали зарисовки? И есть ли они в фондах музея? И можно ли какую-то выставку сделать? Действительно, очень много художников Вятского регионального отделения Союза художников России, участники Великой Отечественной войны. Кто-то из них ушел и не вернулся. Например, художник Широков. А кто-то пришел уже после войны. И есть в коллекции музея зарисовки, которые делал, например, художник Потехин в годы войны. Есть работы и других художников. И действительно, к 9 мая очень часто мы показываем выставки художников, посвященные тематике Великой Отечественной войны. Это и зарисовки художников. Когда-то даже такая выставка называлась «Из блокнота художника». Мы показывали эти зарисовки. И картины, которые художники создавали уже после Великой Отечественной войны. Потому что мы сами все знаем, что тема Великой Отечественной войны – это очень важная тема для нас. И эта тема, это переживание, которое не отпускает художника очень долго. И вот свои мысли он на холсте красками доносит до зрителей. То есть такие картины в художественном музее, конечно же, есть. И мы их с радостью показываем для наших зрителей. Особенно в День Победы это, наверное, самостоятельная экспозиция. Ребята, я не знаю, как вам, но мне еще всегда очень интересно. А вот сегодня, мы уже тему эту немножечко затронули. Сегодня каким-то образом все-таки стабильный фонд музея, он пополняется. То есть еще что-то приносят люди в дар просто так? Ценное действительно и то, что можно в музее потом выставлять, экспонировать. Приносят люди, приносят, вот оставляется выставок. Выставки, которые проходят у художников, они оставляют в дар музею. Но я уже сказала, что для… Это, наверное, все-таки больше касается таких современных художников. Я имею в виду, что вот раз… Как часто появляются шедевры вновь в музее? Вот раз-раз и какая-нибудь неизвестная картина того же Айвазовского или Кандинского, которого так сейчас все любят, раз и перенесли в художественный музей. Веснецово сказали, вот вам в дар. Ну, во-первых, люди, если они знают, что это Кандинский и Айвазовский, они будут эту картину у себя. Да, да. Поэтому такого рода, скажем так, случаи бывает крайне редко. Чтобы вот какой-то шедевр художника конца 19-го, начала 20-го века принесли к нам и подарили. Это, наверное… Для нашего музея это редкость. Может быть, для музея таких крупных городов, как Эрмитаж, Государственная Третьяковская галерея, это проще. У нас с этим сложнее, потому что мы пополняемся откуда. Или это частные коллекции, которые передавали нам из Москвы после революции, после 1917 года. Вот тогда к нам поступили большинство произведений, которые находятся в постоянной экспозиции. Благодаря Николаю Георгиевичу Машковцеву, который возглавлял один из отделов Третьяковской галереи. И, зная коллекцию, он был наш земляк, зная коллекцию нашего музея, он к нам отправлял очень редкие вещи. Благодаря этому у нас очень интересная коллекция. Сейчас получить работу известного художника сложно. Друзья, ну я свои вопросы, собственно говоря, вот то, что мне лично было интересно задать. Я бы хотел еще вопрос задать. А вам когда-нибудь отправляли в музей картины или скульптуры разных скульпторов и художников, которые живут не в России, то есть иностранных? Да, были такие произведения, когда в 80-е годы художник из Италии подарил нам свою коллекцию. Ее экспонировал, а потом решил подарить. Он узнал о нашем музее очень много хорошего, и вот такой же с доброй волей был сделан. А что за картины там были? Ну, это экспрессионизм. Ну, смотрите, вот нам и слушатели подсказывают, да, которые никак не могут понять, где же все-таки хранятся эти 23 тысячи экспонатов. Действительно, где? То есть, если сама выставочная зона не очень большая, то что подвалы какие-то гигантские или склад? Где это все хранится и как? Подвалов гигантских нет. Ну, вот смотрите, по требованиям для музеев у нас примерно 60% это экспозиционные залы по площади, а 40% это кабинеты музейных сотрудников и фонды по площади. Поэтому у нас достаточно просторные помещения, отданные под фонды хранилища, где произведения бережно хранители рассматривают, как они себя ведут, какая у них сохранность, надо их отправлять на реставрацию или нет. То есть это большой труд. То есть за ними регулярно следят? Да, нескольких человек. Температура какая-то особенная, да? Да, должна быть температура в музеях. Вот вы, если иногда заходите в музей, ну, не в нашем музее, не в нашей области, вот вы говорили, в Лувре, в Италии вы путешествовали, в Москве. Вы, наверное, в жарких, допустим, день приходите и чувствуете, что там прохладно. Действительно, температура, которая должна быть в музее, это от 18 до 22 градусов. То есть там не должно быть жарко, потому что... Летом? Там самое то, короче. Да, потому что там обязательно. То есть летом приходите прохлаждаться и смотрите. Ну, зимой, когда холодно, там тоже тепло. То есть во все времена года. В общем, в любое время в музее, хорошо в художественном музее Воснецовых особенно. Друзья, ну, ребята, я думаю, надо быстро дать ответы на ваши вопросы. В какой стороне был музей снежинок все-таки, Злата? Музей снежинок есть в Японии. Там, на самом деле, нет самих снежинок, там их фотографии. Класс. Молодцы японцы. Не видят снежинки, ну, хотя бы на фотографии посмотреть. Ну, и Федь, на твой вопрос. Самый старейший музей в мире – это Капитолийский музей, основанный Папой Сикстом IV в 1471 году. А Кинцуги – это реставрация посредством замазывания осколов глины золотым цветом. То есть специально выделяются сколы. Да, ну, вот такие были вопросы. Друзья, нам очень радостно, что вы звоните и даете правильный ответ, и печалимся, когда не отвечаете. Ну, ничего страшного. У нас, как мы и обещали, будет целый цикл программ об изобразительном искусстве, о художествах, о музее, о живописи. Вообще вместе как раз-таки с музеем Воснецовых. Спасибо большое, Анна Владимировна, что пришли. Ребята, ну что, прощаемся. Это была программа «Открывашка» на волне 101. Всем пока. 101.0 FM. Да. Всего доброго. До следующего воскресенья. Всего доброго. Детская познавательная программа «Открывашка». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok